Лун Юй. Учитель сказал, если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться от наказаний и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд и он исправится. Политика. Исследователю видов государственного строя и присущих им свойств надлежит прежде всего подвергнуть рассмотрению вопроса государстве вообще и разобрать, что такое собственно государство. В настоящее время на этот счет существует разногласия. Одни утверждают, что то или иное действие совершило государство, другие говорят нет, не государство, а олигархия или тиран. Китайские источники считаются сегодня как детские сказки, в то время как текст Аристотеля после косметической правки хоть сейчас можно публиковать на любом сайте в качестве актуальной аналитики. Кто виноват в российских бедах, Америка или Обама? Откуда же такая разница в уровне мышления? Благоприятный климат Средиземного моря и дешевизна перевозок, изрезанные берега, позволяющие морским судам подходить прямо к городскому рынку, обеспечивали античным государствам возможность содержать значительное до 30% от общей численности населения количество свободных от повседневного труда граждан. В военное время эти граждане сражались с соседними полисами, а в мирное занимались кто чем придется, начиная от политики, требовавшей умения складно излагать свои мысли, и заканчивая философией. В результате за несколько веков было создано такое количество текстов, что знание древнегреческого до сих пор, через две тысячи лет, служит критерием качественного гуманитарного образования. Аристотель, живший 384-322 года до н.э., в эпоху наивысшего расцвета античного общества между победой над Персией и Пелопонесской войной, располагал богатейшим материалом для размышления о власти, как теоретически, так и практическом. Во времена Аристотеля на берегах Игейского моря существовали сотни, только в Делийскую лигу, созданную в 478 году н.э. для противодействия персидскому вторжению, входило от 550 до 173 городов. Независимых городов государств полисов, каждый со своей формой правления и политической историей. Побывав придворным философом у монарха Александра Македонского и Митеком, неполноправным жителем по нашим временам гастарбайтером, в демократических Афинах, откуда и был издан за македонские связи незадолго до смерти, Аристотель на личном опыте узнал преимущества и недостатки различных форм правления. При столь благоприятных внешних условиях трудно было бы размышлять о власти и не открыть хотя бы некоторые из ее основных законов. В итоге политика содержит не только соображения самого Аристотеля об идеальном государстве, но и полезные даже для современного исследователя рассуждения о принципах организации власти. Нужно лишь суметь их прочитать. Конечно же, сам Аристотель писал свою политику с позиции основной идеологемы древнегреческой культуры, что жизнь устроена скорее хорошо, чем плохо. Поэтому, раз уж такая штука, как государство, существует, то существует она потому, что с ним людям лучше, чем без него. Цель существования государства – благо, хорошая жизнь для объединившихся в него граждан. Следовательно, государства устроены для этой цели являются правильными, а для каких-то других нет. И так ясно, что только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются согласны со строго справедливостью правильными, имеющие же в виду только благо правящих, все ошибочные и представляют собой отклонения от правильных. Они основаны на начала государства, а государство есть общение свободных людей. Читатель Разговоры в пользу бедных – вот что это такое. Аристотель, что не понимал, что власть всегда захватывают исключительно ради собственной выгоды. Зачем мы теряем время на чтение этого сказочника? Теоретик Затем, что этот сказочник две тысячи лет назад открыл законы власти, о которых вы, уважаемый читатель, узнали буквально только что, а современная наука переоткрыла лишь в последние десятилетия. Начинаем учиться читать между строк. Кого имел в виду Аристотель, когда говорил о свободных людях? Уж, конечно же, не в рабов, их в античности даже за просто людей не считали, так одушевленное орудие. Но что интереснее, из числа граждан исключались и все занятые каким-либо трудом. Граждане не должны вести жизнь, какую ведут ремесленники или торговцы. Такая жизнь неблагородная и идет в разрезы добродетелью. Граждане, проектированные нами государства, не могут быть и землепашцами, так как они будут нуждаться в досуге и для развития добродетелей, и для политической деятельности. Так что же под гражданами Аристотель понимает исключительно вооруженных людей, располагающих свободным временем для ведения войн и решения вопросов власти? В нашем понимании это не никто иные, как рядовые и офицеры правящей элиты. Вот об их и только об их благе и пишет Аристотель, причем по самой веской из возможных причин. Немыслимо, чтобы люди, имеющие возможность проявлять силу и оказывать сопротивление, постоянно мирились со своим подчиненным положением. Во власти людей, владеющих оружием, сохранить или отменить государственный строй. Стоит переименовать Аристотельного государства в привычную нам властную группировку, как разговоры в пользу бедных превращаются в писанное кровью законы власти. Сюзерен, незаботящийся о благе своих вассалов, недолго будет оставаться сюзереном. Располагающие свободным временем граждане быстро устроят ему государственный переворот. То, что мы предполагали исследовать, почти все уже рассмотрено. Мы должны далее разбирать, вследствие каких причин происходят государственные перевороты. Так начинает Аристотель в знаменитую пятую книгу политики. Если вас свергли в результате переворота, невелико утешение, что ваш государственный строй был самым правильным. Хорошая власть – это прежде всего стабильная власть. И Аристотель совершенно естественно переходит от рассуждения о благе вообще к рассуждениям о том, что считают благом вооруженные люди. И как они на недостаток этого блага реагируют. В общем случае, политика вассалов проста и понятна. Раз они не получают свои доли в государственном управлении, поднимают мятеж. На какую же долю участия вассалы считают достаточной? Кому-то достаточно раз в год поднять руку на общем собрании, а кто-то может посчитать недостаточной любую власть, если она не его собственная. Аристотель выдвигает важное предположение, что государственный строй зависит от представления его граждан о справедливости. Демократы считают справедливым полное равенство в правах, олигархи распределения прав в пропорционально нажитое имущество. Соответственно, аристократы пропорционально древности рода. А монархи-титаны полагают, что политические права должны быть только у них одних. Если среди демократов заведется потенциальный тиран, он, конечно же, не удовлетворится ежегодным голосованием, а будет добиваться единоличной власти. Так Аристотель объясняет разнообразие античных политических режимов. Классификация демократия-политика, олигархия, аристократия, тирания и монархия вовсе не являются открытием Аристотеля и Платона, а была в античной литературе настолько общим местом, что невозможно даже установить ее авторство. У каждого хоть немного поездившего по Древней Еландии эта классификация так и стояла перед глазами. Разительно отличавший Древнюю Грецию от Древнего Китая. Читатель. Кстати, а как же это разнообразие режимов объясняет теория власти? Ведь во властных группировках господствует феодальная пирамида с единственным сюзереном во главе. Откуда же берутся в государствах все эти олигархи, тем более демократии, теоретик? По-хорошему, надо бы вас отправить перечитывать вторую главу нашей книги. Но раз мы уже здесь, повторю основные положения властной динамики. Феодальная вертикаль устойчива, пока жив и дееспособен ее сюзерен. Как только он исчезает, на вершине власти, вертикали, оказывается несколько бывших вассалов, иерархические отношения между которыми еще не до конца выстроены. Практик. Это еще не самый плохой вариант, бывает и хуже. Например, более старший сюзерен может направить на место выброшенного своего человека, и никто не обещает, что его понимание ситуации, профессионализм и умение работать с людьми будут не хуже, чем у предыдущего. Напомним, отношения вассала и сюзерена почти братские, а тут тебя в качестве сюзерена ставят человека, про которого ты вообще можешь ничего не знать. Или другой вариант. Вы привыкли, что у ушедшего сюзерена есть три главных вассала, включая вас, и вы, в общем, договорились о взаимодействии. И вдруг откуда-то появляется еще один, а то и два. Их вассальный статус по отношению к ушедшему проверяем. Но как с ними быстро договориться, теоретик? Кто станет новым верховным сюзереном, а кто лишится и того, что имеет, вопрос непростой и не решается за пять минут. А пока он не решен, монархия перестает быть государственным строем властной группировки за неимением монарха. Возникает олигархия, вынужденный союз нескольких с вассалов без общего сюзерена. Или сильно неадекватным сюзереном, например, малолетним наследником престола. Если таких вассалов много, и каждый претендует на высокий статус, чтобы не доводить до перестрелки, придется решать вопросы голосованием. Вот вам и демократия. Получается, что демократия и олигархия это переходные формы правления, а в итоге всегда торжествует монархия, теоретик. В первом приближении да, но не будем забывать, что неумелыми действиями, а уж тем более с помощью конкурентов, можно развалить и самую прочную монархию. Кроме того, монархи столь же смертны, как и прочие люди, а иногда и внезапно смертны. Так и вспоминается гениальная цитата из Станислава Лема про диктатора, который умер, по рассеянности перестав дышать. Теоретик. Так что монархия столь же переходная форма правления, как и олигархия с демократией. Более того, как мы увидим дальше, в долгосрочной перспективе, на протяжении многих поколений, более устойчивой формой власти оказывается как раз олигархия. Но чтобы удержать и переумножать власть, в любом случае нужно много работать, а не полагаться на устойчивость той или иной формы правления. Вернемся к Аристотелю. Каким же он видит причины государственных переворотов и как рекомендует с ними бороться? Поскольку перевороты совершают люди, а люди в государствах разного типа имеют разные притязания, причины и рецепты, зависит от государственного устройства. Рекомендации, полезные для демократии, могут оказаться смертельными для тирании, ведь превращение тирании в демократию не что иное, как государственный переворот. Поскольку, по нашему глубокому убеждению, основной формой власти является иерархия во главе с одним сюзереном, естественно, начать с форм единоличного правления, монархии и тирании. И тут перед нами сразу возникает вопрос, ответ на который является еще одним выдающим изобретением в теории власти. Чем отличается монархия от тирании? Почему монарх, а особенно просвещенный монарх, как правило, положительный персонаж в любой истории, а тиран, как правило, отрицательный? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...